Приветствую вас, давайте попробуем разобрать то, что вы написали. Значит, мне нравятся печатевые, когда в художественных произведениях герои получают физические травмы. Ну, обычно физические травмы и всё, что с ними связано, привлекают внимание, когда есть признаки аутоагрессии. То есть, у вас есть, например, желание что-то себе сделать, что-то с собой сделать, потому что вы, ну, не принимаете, например, себя до конца, да, ну, например, просто не принимаете себя до конца и всё. Но, как правило, это связано с детско-родительскими отношениями, ну, может быть связано с детско-родительскими отношениями, либо с видением у вас определённого рода комплексов, то есть, если у вас, например, по вашему мнению есть какие-то комплексы, и вы знаете, что ничего с ними сделать, например, вы не можете, ну, вы чувствуете так, что ничего не можете с ними сделать, то в этом случае вы испытываете желание что-то сделать себе. Но поскольку себе вред вы не наносите, потому что у вас есть такая установка, грубо говоря, что не нужно себе наносить вред, что это плохо, вот, поскольку это происходит, то вы себе вреда не наносите как такового, вот. Но желание, желание, как бы, причинить боль себе у вас есть, вот. Конечно, здесь можно говорить о том, да, что вот вы пишете по поводу того, что не хотите причинять вред другим. Знаете, какая история? Никто не хочет, вот я вас удивлю, да, никто не хочет причинять вред другим, именно другим людям, никто вред причинять не хочет на самом деле. То есть есть потребность, есть потребность причинять вред в первую очередь себе, а не другим на самом деле. И только базовая установка не причинять вреда себе делает возможным причинение вреда другим. Вот. То есть человек, у которого, грубо говоря, всё хорошо, да, человек, у которого, грубо говоря, всё нормально, да, то есть у него нет никаких трудностей, нет никаких проблем, вот. Он никогда не будет причинять вред кому-либо, в том числе и себе. Вот. То есть причинение вреда себе и другим зависит от степени непринятия себя, ну и от форм проекции. Вот. Поэтому если вам нравится именно это, то, как бы, вот такая может быть интерпретация. С другой стороны, с другой стороны, у боли есть и ещё одно, скажем так, назначение. Это назначение можно назвать как проявление жизни. То есть, грубо говоря, боль, да, боль, как проявление жизни. То есть вы считаете, что только когда человек страдает, он живёт. Ну, вы можете так считать. То есть только вот через страдания, да, только через страдания можно почистить жизнь. И вы сами, значит, чувствуете себя так же, возможно. То есть вы чувствуете жизнь только тогда, когда вам, например, больно или когда вы причиняете боль. И связано это с низким уровнем эмоционального интеллекта. То есть, грубо говоря, грубо говоря, недоверие своим чувствам. Вот так. Так можно сказать. То есть вы не знаете, например, что за чувства вы испытываете. Вы не знаете, например, какого рода у вас чувства. И поэтому вы стремитесь причинить боль. Чтобы увидеть, что же чувствует человек. Вот. Ну, это, знаете как, это нельзя сказать, что это бы прямо садизм. Нельзя сказать, что это прямо садизм. Это такие зачатки, я бы сказал. Зачатки садизма. Но не сам садизм. Вот. Кстати, этим можно объясняться то, что вы не причиняете, вы не хотите причинять вред людям, потому что знаете, например, что люди могут ответить вам. Я испытываю состояние близкое к возбуждению. Ну, то есть, вот, это жизнь. То есть, что такое возбуждение? Это жизнь. Либидо. И, соответственно, только боль для вас это жизнь. Ну, это такой, вы знаете, грубо говоря, рефлекс подобного, подобного рода рефлекс. То есть, он возникает, как правило, из детства. Вот. То есть, если на вас обращали внимание, например, только когда вам было больно или только ругая вас, то вы, ну, естественным образом для ребенка, по крайней мере, приучили себя к тому, что вот именно вдруг, если больно, значит это хорошо. Значит это любовь, значит это замечательно. Вот. Значит, я испытываю состояние близкое к возбуждению. Было бы интересно услышать версии данного случая, потому что сама я не могу понять. Версия данного случая, понимаете, ну, вы говорите версии, то есть, понимаете, вы уже предполагаете, что это, как бы несколько вариантов, да, но только в том, что каждый психолог, например, исходит из, ну, того, в какой школе он, какой школе он принадлежит и, собственно, какая позиция ему ближе. А версия, на самом деле, она одна для вас. Просто, если бы была возможность, эм... Если бы была возможность, например, изучить вашу историю получше, да? Вот. Ага. То мне кажется, что можно было бы не строить версии, а выстроить вполне себе рабочую гипотезу и с ней как бы уже работать. Вот. Понимаете? А так вот предполагать, исходя только из того, что вы написали, ну, это, знаете, это действительно версия. То есть, тут вы уже сами для себя определитесь, вы хотите именно что-то сделать с этим или вы просто любопытствуете, да, любопытствуете по поводу своих каких-то ситуаций, своих каких-то моментов. Так вот. А сексуальные ли это отклонения? Ну, понимаете? Ээээ... Сексуальные отклонения, эээ, можно назвать. Ээээ, сексуальным отклонением. Эээ, можно назвать... Разврат. Это можно назвать сексуальным отклонением. То есть, когда человек хочет чего-то, чего-то, да, и делает то, что он хочет. И когда он не хочет чего-то, и все равно делает. Вот это отклонение. То есть, единственное сексуальное отклонение – это разврат, по сути. Вот. Все остальное, все остальное развратом, отклонением не является. Вот. Ни всякие рода фитиши, ни ничего. Ну, при условии, если, конечно, это не вредит, там, другим людям и прочее, прочее, прочее. Поэтому, если вы, если вам самой не нравится, если вы, вот, значит, ну, если вы не хотите это чувствовать, а странно чувствовать, если вы не хотите этим, например, как-то, ну, не знаю, заниматься или что-то еще. Но, все равно, если вы не занимаетесь, вот, то это, безусловно, да, это отклонение в таком случае. Вот. Вот. Ну, здесь, опять же, встает вопрос о том, а насколько вы, например, реализуете эти свои желания. То есть, очень интересно, бывают такие люди, которым нравится боль, ну, вот, ну, в той или иной степени. То есть, и не всегда с этим психологи работают, на самом деле. То есть, бывает так, что работа не происходит, потому что, ну, человек, как бы, хорошо, человек счастлив, вот, в том, что он делает, да, у него есть возможности для реализации своих желаний. И, собственно, ему, ему, ему отлично. Ну, вот. В таком случае, я думаю, что, даже если это, ну, даже если вот это отклонение, да, но при этом человек имеет возможность удовлетворять свои желания, то у него мало мотивации будет что-либо менять, понимаете? Вот. Ну, именно, именно, вот, именно, вот, если мы говорим о конкретной ситуации вот этой вот. Да? Дальше, эээ, значит, то ли это начальство садизма. Так, про садизм я сказал. А, насчёт садизма. Пыталась проанализировать, про заговорить, что мне не нравится наносить физический вред людям и животным. А, интересно, вот вы, собственно, собственно, зачем занимались подобными анализами, зачем вы анализируете подобные вещи, для чего, с какой целью? То есть, очевидно, что вы пытаетесь проводить какую-то работу над собой, но при этом, если вы считаете, что у вас проблемы, то работу проводить-то не надо на самом деле над собой. Вам к психологу нужно обратиться для того, чтобы под руководством психолога уже разобраться, то есть вы самолечением в данном случае занимаетесь. Вот. Так, не люблю приносить людям и психологически дискомфорт, но вот животным у нас есть собака и меня веселит выводить её из себя. Ну, понимаете, я вам открыл небольшой секрет, значит, эээ, психический дискомфорт, да, психологический дискомфорт, он оказывает вред и на физиологию человека. Поэтому, от чести вы, выводя свою собаку, вредите ей физически. То есть, вы выбираете для себя самый безопасный, эээ, способ, вот, значит, эээ, реализовывать свои желания. По факту. Ну, вот, эээ, сейчас, как это происходит, по крайней мере. Эээ, то есть там, где вы знаете, что ни вам ничего не будет за это, да, ни вашему, эээ, партнёру тоже ничего не будет. Ну, опять же, если, если вы действительно только так делаете, то, эээ, как и сказал мой коллега, ничего страшного нет. Да, многие люди так делают, но если вы испытываете недовлетворённость, то это уже другой вопрос, и с этим нужно работать более подробно. Эээ, вы пишите, с другой стороны, мне она нравится, и я слежу за ней, чуть ли не радуюсь, эээ, каждому её вздоху. Ну, понимаете, какая, какая история, вот вы говорите, у нас есть собака, а у кого у вас? Это первое. Второе, эээ, может быть, она вам и нравится, потому что вы её выводите из себя. То есть одно с другим, эээ, плотно связано. То есть вы выводите, эээ, собаку из себя именно потому, что она вам нравится. То есть если бы, эээ, грубо говоря, вам было бы на неё плевать вообще, то вы бы её не выводили. То есть вы стремитесь вывести только тех, кто вам дорог. И тех, кто, вероятно, не может причинить вам никакого вреда. Вот. Ну, так, по крайней мере, это выглядит со стороны. И опять же, эээ, вот подобной позиции, да, подобному взгляду, вас, скорее всего, научили. Кто-то научил вас, подобному взгляду. То есть, эээ, подобный взгляд не появился сам по себе, не появился просто так. У него есть, эээ, ну, основание, у него есть, эээ, оригинал. Как бы, образец у него есть. И этот образец, вероятно, кто-то из ваших родных. Вот. Либо в детстве какие-то вещи, либо по результатам. То есть, вот, ну, например, только через боль, да, вы, там, чувствуете, что можно добиться самых лучших успехов, да, вывести на эмоции. Эээ, наиболее такие сильные, наиболее явные эмоции. Вот. И так далее. Ну, и опять же, по факту, опять же, это всё является недостатком того, что у вас не развит эмоциональный интеллект. Вот. Вот. На должном уровне. Плюс неудовлетворённость от того, что, от того, чем вы занимаетесь. Ну, то есть, вот, с кем вы находитесь в отношениях. То есть, например, эээ, человек, допустим, который с вами, да, и, ну, вот, с которым вы, там, например, спите, занимаетесь в сексе, там, и так далее. То есть, самый близкий человек. Он ваши, эээ, ваши увлечения, например, не разделяет, эээ, не разделяет, да. Вот. И вы не можете с ним реализоваться. И поэтому делаете вот эти вещи. Вот. Понимаете? То есть, причин может быть очень много на самом деле. Это может быть аутоагрессия, может быть сексуально недолитворённость, могут быть навязчивые мысли, может быть страх какой-то. Может быть, эээ, там, знаете, как, как у некоторых людей бывает, что они не чувствуют, эээ, жизни, да. Вот. То есть, по-разному бывает, по-разному. И вот, эээ, тонкость вся в том, что именно ваша версия, именно, эээ, именно гипотеза, применимая, как бы, к вам, она, эээ, нуждается в разработке. То есть, в изучении и разработке. А не так, что вы, вот, какие-то данные, данные дали, да, и всё, и на этом, как бы, эээ, ну, эээ, на этом закончили. Вот. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, эээ, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо. Спасибо.